Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мне хотелось бы остановиться на теме, которая лишь в последнее время и то не часто обсуждается на конференциях и в литературе. Это тема дифференциальной диагностики поражения макулярной зоны при сахарном диабете и возрастной макулодистрофии. А между тем, актуальность этой темы очевидна, ведь не только сахарный диабет, но и возрастную макулодистрофию можно назвать неинфекционной эпидемией 21 века. Проблема дифференциальной диагностики поражений заднего полюса при выше названных заболеваниях не представляет сложности для небольшой когорты узких специалистов, высоких профессионалов. Прежде всего, конечно, лазерных хирургов, витриоретинальных хирургов. Для абсолютного большинства офтальмологов эта тема остается сложной и не всегда понятной. Мы попытались сформулировать основные причины диагностических ошибок. Это то, что с нашей точки зрения очень значимо. Наличие в анамезе сахарного диабета уже само по себе настраивает офтальмолога на поиск диабетических поражений заднего полюса глаза. При диабетической ретинопатии и возрастной макулодистрофии часто происходит поражение одной и той же, а именно макулярной зоны сетчатки. Далее, это, конечно, возможность сочетанных поражений диабетического и дистрофического характера, что особенно актуально для пациентов пожилого возраста. И часто отсутствие в арсенале офтальмолога весьма важных диагностических методов, таких как биомикроофтальмископия, флоресцентная ангиография, оптическая гигерентная томография. И, безусловно, неправильная интерпретация изменений глазного дна, незнания патогенеза заболевания. А между тем, очень важным является уровень поражения. Если при диабетической ретинопатии постепенно в процесс вовлекаются все слои сетчатки, то при возрастной макулодистрофии основная зона локализации – это хореокапиллярный слой, мембрана бруха и пигментные петели сетчатки. В доказательство всего вышесказанного разрешите привести некоторые из собранных нами клинических примеров диагностических ошибок, с которыми мы, работая на большом потоке пациентов, к сожалению, нередко встречаемся. Пациентка 83 лет с тяжелым сахарным диабетом, длительным. Диагноз преобращений – пролиферативная диабетическая ретинопатия, тяжелое ДМО, крайне низкая острота зрения. На глазном дне правого глаза твердые ксудаты по типу царцената, выраженный отек, геморрагии. Слева – субретинальная фибровоскулярная ткань, занимающая большую площадь. Мы обратили внимание на несоответствие офтальмископической картины, поставленному диагнозу, при проведении оптической когерентной томографии. Нарушение дифференцировки слоев, грубые изменения в пигментном эпителии сетчатки, дезорганизация и фрагментация комплекса пигментной эпителии сетчатки мембрана бруха. И таким образом, по данным обследования, диагноз первоначальный не был подтвержден, был поставлен диагноз. Возрастная макулодистрофия, ксудативная стадия справа, рубцовая слева и наличие незначительной осложненной катаракты. Следующая пациентка 74 лет, 7 лет диабет, второй тип диабет, диагноз при обращении возрастная макулодистрофия, достаточно высокая острота зрения. На глазном дне двусторонние друзы, единичная геморрагия. И вот здесь весьма информативным оказалось проведение оптической гигерентной томографии, на которой были выявлены мелкие гиперрефлетивные включения, предположительно твердый эксудат, и мелкие кистозные образования. То есть это были те изменения, которые офтальмоскопически не визуализировались, но дополнительно подтверждали наличие диабетической ретинопатии. Таким образом, это дало нам основание поставить диагноз сочетанного поражения, как диабетического, так и дистрофического характера. Далее, пациентка 58 лет, сахарный диабет в течение 5 лет. Непролиферативная диабетическая ретинопатия был диагноз, с которым она была направлена к нам в центр. Острота зрения 0,3 и 0,7 на глазном дне, парафавиолярно-твердый эксудат, это справа. В фавиолярной области слегка променирующий очаг с нечёткими границами, окружённые геморрадиями, и друзы слева. При проведении оптической гидерентной томографии. В центре и в наружных слоях гиперрефлективное веретинообразное утолщение, связанное с пигментным эпителем, локальная отслойка нейроэпителия, множественное гиперрефлективное включение в наружных слоях правого глаза. Левый глаз, волнообразная линия комплекса, пигментные эпителем сетчатки, мембрана бруха. Проведение биомикроавтальмоскопии оптической гидерентной томографии не дало нам оснований для подтверждения диагноза диабетическая ретинопатия. И был поставлен диагноз возрастная макулодистрофия обоих глаз, эксудативная стадия СНМ справа и ретинальная друза слева. Нами были сделаны следующие выводы. Правильная интерпретация имеющихся клинических данных, сбор анамни, зазнание патогенеза заболевания, умение правильно оценить результаты дополнительных методов обследования позволяет провести дифференциальный диагноз между изменениями в макулярной области дистрофического и диабетического характера. Постановка правильного диагноза определяет оптимальную тактику ведения при возрастной макулодистрофии. Это интервитериальное введение ингибиторов ангиогенеза, поддерживающее лечение в какой-то мере при диабетической ретинопатии. Основным методом лечения является лазеркоагуляция сетчатки при необходимости в сочетании с витриоретинальной хирургией и интервитериальными инъекциями. Далее, обоснованная курсовая фармакотерапия вышеназванных заболеваний также отличается. При диабетической ретинопатии это назначение фенофибрата, сулодексида, при возрастной макулодистрофии акувайхлютеина в качестве поддерживающей терапии. Диабетическая ретинопатия с развитием макулярного отека является тяжелым осложнением сахарного диабета, которое может свидетельствовать о некомпенсации основного заболевания и являться одним из критериев оценки качества проводимого лечения. При впервые выявленном сахарном диабете наличие диабетической ретинопатии является косвенным свидетельством ранее существующего недиагностированного сахарного диабета. И таким образом дифференцированное введение пациентов с заболеваниями макулярной области позволяет максимально долго сохранить зрительные функции и отсрочить либо избежать инвалидизацию пациента. Спасибо за внимание.